Всем привет! С вами снова Данил Букреев. У нас целых три посылки сайта Алиэкспресс. И давайте не будем уже медлить и откроем первую посылку. Так, здесь у нас шнур или переходник, или шнур для зарядки сайта Алиэкспресс. Телефона Sony Xperia, который вот недавно на него же и приходил чехол. Если вам интересно, вы можете посмотреть на моём канале. Это какой-то переходничок, честно, я даже не разбираюсь в плане чего и как он работает, но почему-то вот у меня его заказали именно из Китая. Почему-то вот попросил мой знакомый именно эту штукенцию вот заказать. Я так как вижу здесь разъём microUSB на вот этот вот соневский разъём. Ну, наверное, это очень полезная штучка, но она вот маленькая, поэтому я её показываю с другими двумя посылками с сайта Алиэкспресс. Отложим. И здесь у нас два чехла, два кейса на электронные книги Kindle. Честно, одна, по-моему, на несенсорную книгу точно, а вот со второй вопрос. Ну, у нас здесь есть книжечка, есть у нас электронная книга, и мы сразу, в принципе, померяем эти чехлы и сразу же произведём, так скажем, небольшой обзор, вот уже в действии проверим товар. Так, здесь вот у нас первый, это чёрный чехол Kindle. Ну, давайте сразу откроем следующий. Вообще, заказывали один на сенсорную, второй на несенсорную книгу, но, насколько я знаю, они по размеру немного разнятся. Да, и здесь вот более лучше такой запакованный фиолетовый чехол. Так, вот он... Так, давайте посмотрим. Ну, здесь, чтобы он не помялся в процессе того, как он ехал, вот эта вот вставка, и, в принципе, вот сам чехол. Кстати, вот этот, так, вот так будет правильнее, да? Этот чехол стоил дороже, по-моему, да, дороже этого выглядит... Ой, то есть, наоборот, наоборот, этот стоил дешевле, этот дороже, этот около 10 долларов, этот около 6 долларов. Кстати, этот покупался на эту огромную распродажу, когда была на сайте Алиэкспресс. Ну, давайте померяем изначально на вот этот чехол. Этот, кстати, заказывали как раз и под эту книгу. Ну, я даже не буду... Хотя, давайте зашел к нему, посмотрим. Чехол сидит отлично. Читать удобно, завернул. Читаешь, ничего не поцарапается. В общем, чехол подошел конкретно. И когда заказываете, уточняйте, на сенсорную или не сенсорную книгу. Потому что, как не... Я не понимаю. По-моему, у человека, который с сенсорной книгой, ему этот чехол мало был. На хрен я это говорю, я все испортил. Вот такие вот два кейса с сайта Алиэкспресс. Этот около 10 долларов. Этот около 7, по-моему, долларов покупали вот в день вот этой великой распродажи 2 декабря, по-моему, которая происходила. И есть у нас книга. Книга. И можно даже сразу померить. Этот чехол в принципе подходит. Сейчас я померю, покажу. Да, чехол в принципе подходит. Есть небольшой запас. Но явно видно, что этот чехол не для кнопочной книги. Потому что, ну, все клавиши в основном спрятаны. Клавиши переключения страниц спрятаны. Но этот чехол и заказывали в принципе для сенсорной книги. Да? А второй чехол, который мы сейчас с вами посмотрим, заказывали как раз для кнопочной. Да? Вот. Ну, в принципе, чехол нормальный. Но видно, что этот чехол вот фиолетовый. И он качеством немного похуже черного. Вот он, черный чехол. И видно, что этот чехол непосредственно для кнопочной книги. Потому что, ну, все кнопки в свободном доступе. Он очень плотно сидит. И здесь непосредственно написано, что это для... Да, для этой непосредственно книги. Чехол очень удобный, как мне кажется. Выглядит достойно. Ну, конечно же, он, скорее всего, не кожаный. Но, мне кажется, в использовании он будет крайне удобный. Очень точнее удобный. И я думаю, что заказчик будет довольный. А заказчик непосредственно этого чехла была моя мама. Так что, я думаю, что ей понравится. И она теперь сможет эту книгу таскать везде, где ей захочется. В общем, вот такие вот два чехла, два кейса для книг Kindle сайта Алиэкспресс. 10 долларов, 7 долларов около. С вами был Данил Букреев. Подписывайтесь на мой канал. До следующих видео.